Уважаемые дамы и господа, позвольте еще разочек представиться. Меня зовут Дмитрий Андреевич Эпов, и я работаю старшим преподавателем в компании «Специалисты». Также я работаю визуализатором, и я занимаюсь визуализацией различных проектов, созданием видеографики, видеомонтажом, и делаю я это по меньшей мере лет 25, еще с конца 90-х. Изначально мне это очень нравилось, и по мере того, как я достигал все новых и новых каких-то вершин в этой профессии, я понимал, что у меня еще есть куда, и, в общем-то, до сих пор я этим занимаюсь с огромным удовольствием. Ну, есть, конечно, проекты, которые мне давались тяжелее, есть те, которые мне вообще давались элементарно, и я говорил, дайте мне еще такого же побольше. Но в любом случае, это та профессия, которой я неплохо владею, и, да, именно ее я и преподаю к одной из главных моих, так скажем, направлений деятельности в компании «Специалисты». И сегодня я хотел бы вам рассказать о самой профессии 3D-визуализатора. Что это такое? Что это за специалисты такие уникальные? Только, друзья мои, еще разочек, я вижу, не все вняли моей просьбе выключить микрофоны, поэтому я выключу микрофоны принудительно. Прошу прощения. Так вот, друзья, хотел бы рассказать, что такое 3D-визуализатор, кто такой 3D-визуализатор, что такое 3D-визуализация, ну, а также немножко рассказать о том, как эту профессию можно для себя открыть, сколько времени потребуется для того, чтобы научиться делать что-то такое, что уже можно спокойно продавать за деньги, ну, и как сделать первые шаги. Если вам это будет интересно, вы их сможете сделать уже сегодня. Ну, друзья, не сочтитесь за хвостовство, пару слов обо мне. Кто я такой? Ну, я уже говорил, что занимаюсь я с большим интересом в индустрии 3D-визуализации и создание видеографики уже много-много лет, ну, по меньшей мере, 25. И я также преподаю все это в компании «Специалист». И по мере того, как этот рынок разрастается, как улучшаются технологии, наши курсы тоже постоянно модернизируются мной и другими нашими преподавателями для того, чтобы соответствовать именно тому, что вот на данный момент актуально и интересно и визуализаторам, и работодателям. Ну, вы можете видеть на этом слайде, кем я являюсь. Могу только, да, заметить, что помимо того, что я работаю в компании «Специалист» как преподаватель, я еще веду свой канал на YouTube. Начал я это делать 13 или 14 лет назад, не помню уже точно когда. И в разное время я его там то поддерживаю активно, то у меня времени на это нет. Но, тем не менее, у меня сейчас довольно много подписчиков. Там есть интересные видосики по Требу Максу, по Герою, по Короне, но я об этом еще расскажу. Ну, и также, да, у меня есть мой замечательный сайт, который я тоже уже не обновлял несколько лет. Но те работы, которые на нем выложены, те предложения, которые на нем озвучены, они актуальны по сей день и смотрятся даже сейчас очень даже неплохо. За то время, что я работаю в компании «Специалист», я обучил очень много людей. И я до сих пор с ними очень часто пересекаюсь, потому что многие из них работают в том же направлении, что и я. И, в общем, мне интересно видеть их достижения. Ну, и давайте начинать. Что же такое 3D-визуализация? Это целая область деятельности людей в разных программах работающих, с разными направлениями. Но их объединяет одна общая задача. 3D-визуализация – это некий инструмент, который позволяет создавать визуальные образы. И эти образы содержат в себе какую-то информацию для зрителей. Это может быть или что-то красивое и вдохновляющее, или какая-то коммерческая тема, которая предлагает людям что-то купить или чем-то заинтересоваться, на что-то обратить внимание. То есть это создание неких визуальных произведений, коммерческих или творческих. Надо сказать, еще очень давно, когда я увлекался разной техникой, я разглядывал еще до интернетной эпохи картинки в книжках, как потрясающе были нарисованы всякие самолеты, машины. Я думал, как же художники все это рисуют. Потом я узнал, что это специальный технический художник или художник-иллюстратор. И вот как раз 3D-визуализатор – это такой художник, который может очень красиво, очень фотореалистично нарисовать практически любой продукт, любое явление, любое сооружение, строение, здание, интерьер, предмет, бытовую технику, ювелирную продукцию. То есть представит для зрителя некий элегантный, красивый, фотореалистичный образ. Вот чем занимается 3D-визуализация. И в частности современная 3D-визуализация. Она позволяет получать очень фотореалистичные изображения, что, конечно, важно. То есть мы можем представить абсолютно фотореалистичную картинку некого товара, здания, интерьера, сувенирки, ювелирки, которые в природе пока еще не существуют, еще не построены и присутствуют только в голове у некого художника, а то и у самого визуализатора. И это позволяет еще до того, как некий продукт попадает на рынок, материализуется в виде некого материального явления, все это увидеть на этапе подготовки. Но, естественно, огромное количество современных компаний, как занятых в рекламной деятельности, как занятых в визуальной деятельности, так и в производственной деятельности, они все пользуются услугами 3D-визуализаторов. В каких-то компаниях есть свои крупные отделы, которые занимаются только визуализацией. Какие-то компании нанимают специалистов разово. Но в любом случае современный мир, который полностью построен на визуальных образах, достаточно открыть любую страницу в интернете, мы с вами понимаем, что как минимум половина информации, которая там есть, это или картинка, или видео. И да, это все в значительной степени сделано теми самыми 3D-визуализаторами. Поэтому без работы, друзья мои, вы не останетесь. Это то, что сейчас востребовано. Вот Екатерина пишет, что у меня микрофон фонит. Друзья мои, действительно микрофон у меня фонит? Намекните мне, пожалуйста. Дмитрий, нет, мне достаточно хорошо слышно. Я понял, хорошо. Ну, извините, да, по всей виду все фонит только у вас, уважаемая Екатерина. Окей, с вашего позволения продолжим. Но мы с вами выяснили, что такое 3D-визуализация, чем она занимается, и почему это востребовано в наш современный цифровой век. Как же научиться делать красивые визуальные образы? Существует куча разных программ, которые позволяют делать визуальные произведения. И, пожалуй, самые известные из них, да, без слова «пожалуй», просто тупо, самые известные из них – это продукт, разработанный компанией Autodesk в 95-м году. Притом сам Autodesk заявляет, что не в 95-м, а в 91-м, потому что она еще предшественника считает. Это продукт 3D Max, ну или 3DS Max, или как его по старинке называют 3D Studio Max. Ну, слово «студио» там нет его названия официально, но вот как раз продукт 91-го года, в котором я, кстати, работал, и от этого начал заниматься с 93-го, так что два года его еще застал. Это, да, тот самый 3D Studio Max, который потом стал 3DS Max, полностью изменившись. Ну, он изменился визуально, но он не изменился по сути. То есть это замечательная система, очень старая, но постоянно дорабатываемая, извините за корявое выражение, да, постоянно поддерживаемая компанией-разработчиком, постоянно доводимая до умаем. Это, да, тот самый 3DS Max, которому уже 100 лет в обед, который до сих пор является топом рынка 3D-визуализации. 3DS Max – это платформа, то есть это такая программа, которую можно расширять, подсоединяя к ней огромное количество различных дополнительных модулей. Это то, чем 3D Max очень хорош, ну, собственно говоря, все его конкуренты также устроены. Это не хоть эксклюзивный момент только в 3DS Max. В чем особенность 3DS Max, ну, вот если смотреть на его отличие от конкурентов. Это самая глубоко внедренная система для создания 3D-контента. То есть применять Max можно в таких областях, которые совершенно между собой не пересекаются, начиная с градостроительства и визуализации городских районов и до ювелирки, сувенирки, создания контента для компьютерных игр, для левел-дизайна, айтем-дизайна, чарктер-дизайна. Это все очень хорошо делается в Max, ну, где-то с привлечением. Еще чего-то где-то в голом Max. То есть Max – это такой супер-мега-комбайн по созданию любой 3D-графики в любых задачах. И что очень хорошо, об этом отлично осведомлены работодатели. Поэтому с точки зрения зарабатывания денег на всем этом, Max – это хорошее начало, потому что по Max есть очень много предложений. Предложений трудоустройства, предложений разовых проектов, предложения, скажем так, сотрудничества. То есть это то, освоив, что да, вы сможете неплохо найти себя в этой индустрии с точки зрения трудоустройств, с точки зрения реализации ваших возможностей и получения за это денег. Что, конечно, в наш век немаловажно. И вот для изучения Max у нас в компании «Специалист» существует целая цепочка курсов. И вся эта цепочка курсов, она рассчитана на получение единого некого объема знаний, который приводит вас к возможности все это применить и на выходе получить красивую картинку. В совершенно разных областях. То есть мы не зациклены только, скажем, на визуализации интерьеров или зданий. Хотя это, да, в России, наверное, самое популярное направление. Но как бы то ни было, мы даем всестороннюю подготовку и на выходе вы получаете возможность творить свои 3D-проекты на очень неплохом уровне. Помимо Max вам придется осваивать такие вещи, как V-Ray. Это самое, наверное, популярное дополнение к Maxу с точки зрения фотореалистичной картинки конечной. Z-Brush – это скульптинг под Max. Corona Render – это еще одна система визуализации, субпопулярная в интерьерной и экстерьерных направлениях визуализации. И все это объединено в единую программу, которая так и называется дипломная программа-визуализатор. И вот с 22 июня у нас как раз начинается трек новый, который вы сможете, друзья мои, посетить и эту замечательную профессию получить. В чем особенность нашей дипломной программы? Ну, во-первых, она всегда у нас современная. То есть каждый год она постоянно обновляется, допиливается, доделывается, какие-то курсы новые разрабатываются. Всегда строго подводятся необходимые практические упражнения подо все это, чтобы вы не просто прослушали какие-то лекции. Но, собственно говоря, именно лекции в прямом понимании этого слова у нас нет. У нас все занятия – это строгая практика. То есть сели, запустили компьютеры, открыли 3D Max и начали что-то делать. И вот что мы там делаем на занятиях – это всегда какие-то проекты, очень часто реальные проекты. И на них мы учимся моделировать, ставить свет, анимировать что-то. То есть на выходе вы получаете реальные знания, как все это работает. Не на шариках и кубиках, а на каких-то интересных, сложных примерах. Как видите, это большой объем учебы, потому что это не один и не два курса. Это международный сертификат компании Autodesk. Это диплом, который вы получаете в итоге государственный практически. Все это разработано на основе специальных требований российских. И надо сказать, что сам формат учебы, он предполагает несколько вариантов, как вы можете учиться. Это могут быть и онлайн занятия, это могут быть и занятия с личным посещением аудитории. Ну, они, конечно, очень эффективны. Это может быть и открытое обучение, так называемое. Кстати, очень популярный формат, и многим именно он нравится больше всего. В итоге, в каком бы варианте вы ни учились, во всех случаях так рассчитана методика обучения, чтобы вы получили весь объем знаний и нигде ничего не пропустили, не упустили, получили еще и необходимый объем практики. Занятия у нас проводятся до пяти раз в неделю. Это могут быть или вечерние занятия по четыре часа академических, или по восемь часов вы будете учиться весь день с десяти утра до пяти вечера. На каждом занятии домашняя работа, которую надо будет выполнить дома, ну или прямо в классе после занятия, или перед началом следующего занятия. Естественно, во всех форматах предусмотрено живое общение с преподавателем. То есть даже в формате открытого обучения, где вы фактически учитесь по записи, преподаватель постоянно с вами, онлайн или в классе, и в случае возникновения любого вопроса вы общаетесь не с ботом в онлайн-чате, а с реальным преподавателем, который прямо вот с места в карьер начинает разбираться, что там у вас случилось, приключилось. Вот Виталий спрашивает, какие затраты. Ну, Виталий, вы можете установить 3ds Max сроком на 30 дней учебный, вообще бесплатно. Не учебный, а в режиме ознакомительной версии. А так вы можете пройти лютый квест на получение учебной версии 3ds Max. Там не так все просто, но выполнил, к счастью. И в этом случае вы получаете 3ds Max сроком на один год бесплатно. И он ничем не ограничен. То есть это полноценная коммерческая версия, которая отлично работает. Поэтому если вы напишите в поиске в интернете, как установить учебную версию 3ds Max, это, конечно, будет не одну кнопку нажать, но это вполне выполнимо. И там от вас потребуются эти документы о том, что вы являетесь учащимся. И вот в качестве документов можно будет выдать им, ну, сфотографировать и отправить документы о том, что вы проходите обучение в компании специалистов. И это срабатывает. Ну, кстати говоря, там все не так просто. С компанией Autodesk, конечно, да, последняя особенно, учитывая события. Но, тем не менее, до сих пор это работает. И многие наши учащиеся, они ставили себе учебную версию 3ds Max, она, повторюсь, бесплатная, и они ставили ее в простом очень формате, ну, зашли в интернет, посмотрели, как это сделать, прошли регистрацию, указали документы необходимые, и, да, они дали эту версию сроком на один год. График учебы достаточно гибкий. То есть, если у вас там отпуск запланирован или что-то такое, мы под вас подстроимся, чтобы перерыв, который вы в вашей учебе допустите из-за каких-то ваших личных, там, скажем, событий, чтобы он не повлиял на вашу учебу. Ну, и, конечно, надо сказать, что у нас очень хорошие классы. То есть, если вы будете учиться непосредственно нашей базе учебной, там хорошие компьютеры с мощными процессорами. Сейчас у нас там 8-ядерные процессоры, 6-ядерные процессоры, 32 гигабайта оперативки стоит, естественно, SSD-накопители, отличные мониторы, хорошая видеокарта, в одном классе стоит 20-60, 20-60 супер. То есть, ну, это хорошая техническая база, на которой приятно заниматься. Это не какой-то мусор, да, это действительно отлично подготовленные компьютеры, которые дают и хорошее понимание того, как это вообще должно работать, да и просто приятно таких учиться. Одновременно с учебой вы сможете делать какие-то свои творческие работы и вы сможете сделать симпатичное портфолио. Более того, у нас есть специальные курсы по трудоустройству, бесплатные для наших выпускников, которые учатся в дипломной программе, где вам объяснят, как это портфолио сделать еще лучше и еще практичнее с точки зрения демонстрации его заказчику. Ну и, собственно говоря, вот самые часто задаваемые вопросы. Можно ли присоединиться к группе пост, как уже началось обучение? Да, можно в большинстве случаев без потери чего-либо. Хотя, конечно, это не всегда удобно. Что делать, если пропустили лекцию? Существует очень важная особенность. Все занятия записываются. И записи наших занятий еще полгода в ваших личных кабинетах хранятся. Притом это именно запись того занятия, которое у вас идет. Поэтому наши учащиеся, во-первых, лишены необходимости какие-то пометки в стратках делать в большинстве случаев. Они просто пересматривают заново это занятие, быстренько на перемотке. Ну и, во-вторых, да, если вы что-то там пропустили, вы получаете это все в записи. Занятия, как я уже говорил, записываются, доступны в личном кабинете в течение шести месяцев. И, да, техническое оснащение учебных классов, о чем я говорил, это, в общем-то, наша гордость. Классы все очень хорошо подготовлены и позволяют получать удовольствие от учебы. Ну и, конечно, да, вы получаете дипломы и свидетельство компании «Специалист», и международные дипломы, если курсы международные, там, скажем, «Автодеск», и, естественно, диплом о профессиональной переподготовке, о дипломной программе. То есть все очень серьезно, и это государственного образца диплома, наверное. Ну и, друзья мои, что бы я еще хотел сказать, да, я вот сейчас рассказал вам о том, что такое учеба по профессии 3D-визуализаторов, но я не сказал двух интересных моментов. Первое. Что же такое 3D-визуализация как таковые? То есть на что это похоже? Я открою без затей свой личный сайт. Он называется «Эксперт 3D». Вот я вам скину сейчас ссылочку в чате. Это мой собственный персональный сайт, и там есть кнопочка «Портфолио». Ну вот, друзья, я так много работаю, просто вот у меня два варианта жизнедеятельности. Я или сплю, или работаю. Ну, когда-то еще отвлекаюсь на какие-то дела, там, с сыном на мотоцикле погоняешь, что-нибудь такое еще. Но в целом я работаю с утра до ночи. И над курсами, и над проектами, над чем-то еще. У меня почти нет такого, чтобы я сидел на диване и телевизор смотрел. И несмотря на то, что я вот постоянно чем-то занят, у меня почти нет времени, допустим, допиливать свой сайт. Или там, скажешь так, YouTube буду заниматься. Когда эта возможность выдается, я всегда стараюсь все это обновлять. Но вот последний раз я обновлял сайт два года назад. То есть здесь вот работают двухлетние давности. Вы можете их посмотреть. У меня, конечно, есть много более свежих проектов, которые я визуализировал. Но, тем не менее, вот это вот дает представление о том, что же такое 3D-визуализация. При том, здесь я накидал разных работ. Как видите, начиная от совершенно таких просто творческих соскуки нарисованных. Вот это я рисовал просто от того, что у меня было скучно. Я сидел какое-то время, но меня загнали в пустую аудиторию. И я там сидел с ноутбуком. И вот это вот у меня ушло там где-то часа 4. Вот накиданы просто объекты готовые библиотечные. Но получилось симпатично, поэтому я ставил. И дальше, вы видите, очень разные вещи. Это ювелирная продукция для дружественной мне компании, для их заставочки. Это технологические визуализации для каталога. Это довольно известная компания, которая заказала мне визуализацию для их сайта. Сувенирная продукция. Это значок маленький. Это вот результат 3D-сканирования моделей. Вот классические варианты с визуализацией домиков, там, коттеджиков всяких. Ну и интерьерчиков, разумеется, тоже. Спасибо большое на теплом слове. В общем, друзья, да, вот это вот моя работа, которую вы можете посмотреть. Это то, чем я занимаюсь постоянно. У меня есть более свежая работа, я не все их могу вам показывать. Вот сейчас, например, я рисую микрорайон городской. Ну вот я не уверен, если вам сейчас покажу, как это выглядит. Выглядит довольно интересно, там кусок города огромный. Но что мне потом заказчик скажет? Я там подписывался о неразглашении документа. Поэтому все-таки, наверное, не буду рисковать. Вот. Наверное, могу показать зато вот эту вот вещь. Сейчас. Ну вот последнее, то, что я делал, это ресторан для частного заказчика. Сейчас заказчица выложила его в Инстаграме и упомянула меня как визуализатора. Это, кстати, дипломный проект в известном учебном учреждении. Ну, я имею в виду не по 3D, а по именно дизайну как такового. Это ночные виды. Ну вот это то, чем заниматься приходится постоянно. И могу сказать, что мне это нравится. То есть, ну, и не могу сказать, что если бы мне за это не платили, я бы это все равно делал. Потому что это рано или поздно доест. Но как способ зарабатывать на жизнь, и да, мне это вполне устраивает. Это интересное творческое мероприятие. Ну и, кстати, на моем сайте вы можете посмотреть еще интересную вещь. Это что такое видеографика. Тут есть нарезочка из некоторых моих роликов. Где-то вставлено, вот они фреймы. Потому что я сейчас занимаюсь созданием видеоконтента. И презентационного, и анимационного, и какого угодно. И этому тоже вы можете научиться у нас на наших офисах. Ну и, кстати говоря, вот если вы сомневаетесь, хотите в этом заниматься, не хотите в этом заниматься, ваше это, не ваше это, могу вам предложить еще одну вещь. Вот прямо сейчас, друзья. У меня, как я говорил, есть канал на YouTube. Вам достаточно зайти на мой канал, и там есть куча видосиков, которые я записывал для... Сначала для моих учащихся, а потом просто для дорогого YouTube. Вот нас спрашивают, V-Ray, им ли я визуализирую. И V-Ray, и Corona все подряд. Я использую оба метода визуализации. Само обе системы известны. Ну, а если говорить о том, друзья, что вот здесь надо посмотреть, чтобы понять, как работает визуализация, есть один ролик, он набрал уже 1,4 миллиона просмотров и продолжает их набирать. Спасибо вам большое. Что бы я без него делал. В общем, друзья, хороший ролик. Он за 45 минут покажет вам, что такое 3D-визуализация. Вот, вы можете посмотреть по этой ссылке его. И это за 45 минут рисуется интерьер. Это прямо такая El Clásico, я бы сказал, визуализация. То есть, ну, вы можете даже не выполнять, а просто поглядеть, как это работает. И вот там с полного нуля показано, как нарисовать вот такую вот картинку. И, кстати, если вы все-таки захотите попробовать сами, то тут есть кнопочка в ссылке еще. Вы можете скачать учебные материалы и попробовать самим все это сделать. Это простенький очень ролик. То есть, он на новичков рассчитан. Как раз он так без напрягов позволяет быстренько забацать вот что-то симпатичное. Ну что же, дорогие друзья, надеюсь, я не отнял у вас слишком много времени. Я могу очень долго рассказывать про визуализацию, потому что мне это нравится. И вообще я могу сказать, что я очень счастлив, что я могу заниматься тем, что мне нравится, и мне за это еще деньги платят. Это просто восхитительный. Это я похвастался. Ну и на этом, наверное, я заканчиваю свое выступление и передаю слово нашей уважаемой Оксане Евгеньевне. Спасибо, Дмитрий, очень интересно. Теперь, да, передаете мне палочку эстафету. Друзья, хочу просто еще разочек пожелать вам всяческих благ в изучении 3D-графики, удачи, успехов в этом направлении. Даже если вы будете учиться там сами как-то, ну, кстати говоря, самим это очень долго, я хочу заметить. Но в любом случае, как бы там ни было, даже если мы с вами не встретимся у нас на курсе, я всей души желаю получить максимум удовольствия от изучения этого направления и раскрыться творчески и как-то на этом заработать. Большое спасибо, Екатерина, очень приятно. Друзья, я с вами, я сейчас передаю слово, но я буду здесь, и если будут какие-то вопросы, я на них постараюсь ответить. Все, больше не трачу ваше время. Выключаю микрофон. Оксана, передаю полностью вам слово. Да, спасибо. И экран. Где же, где же, где же, где же, где же. Оп, все, нашел. Делаю вас. Make an organizer. Оп. Все? Пока нет. Там нужно... Я вас сделал организатором. Там презентер. И вы теперь... А, ну окей. Пожалуйста. Вот теперь, да, все отлично. Ага, спасибо. Видно ли экран? Отлично видно. Так, ну, сразу хочу сказать нашим уважаемым участникам, да, долго не задержу вас. Понимаю, что сегодня день перед выходными длительными, но все равно прошу не уходить. Немножко расскажу про службу трудоустройства и расскажу про скидки, которые у нас как раз сделаны специально для участников нашего дня открытых дверей. Вопросы также пишите в чате, я готова на них ответить. Сегодня я представляю службу трудоустройства нашего учебного центра, специалист при МГТУ имени Баумана. И немного расскажу о нас и о нашей службе, да, то есть те слушатели, которые планируют обучение, да, в ближайшее время, всегда могут найти у нас поддержку в плане, ну, трудоустройства, помощи с вакансиями. Ну, нашему учебному центру специалист более 30 лет. У нас сейчас насчитывается ни много ни мало более 1 миллиона 300 тысяч выпускников, 35 тысяч корпоративных клиентов мы имеем на данный момент, 60 учебных классов, 250 преподавателей, экспертов, практиков, да, то есть это преподаватели, которые пришли к нам из ведущих вузов, они имеют достаточно хорошую практику, да, и, соответственно, сертификаты и свои уже такие работы, которые представляют, собственно говоря, везде, да, в том числе и на различных выставках. У нас более тысячи курсов, да, сейчас актуальных. Как мы учим, да, то есть что у нас происходит с обучением, какие у нас ключевые моменты, да, почему вот именно наш центр нужно выбрать, да, или, ну, желательно выбрать. Работодатели высоко ценят наших выпускников, и я как менеджер по трудоустройству могу вам абсолютно точно заявить, что каждую неделю мы получаем абсолютно разные новые заявки от работодателей, наших партнеров, от новых партнеров, которые здесь сами в том числе учились, именно с заявками на трудоустройство наших выпускников. Наши курсы как раз разработаны с учетом последних требований работодателей, да, то есть мы за этим очень четко следим. У нас есть программа в помощи в трудоустройстве. Это именно индивидуальная консультация, это не какой-то там переписка по почте, да, или через чат, это встреча со мной на полчаса или там 40 минут, где мы подробно с вами раскладываем все, вот как нужно будет трудоустраиваться по новой специальности, да. У нас есть профессиональная консультация по выбору курса, или даже по выбору расписания. Вы всегда можете написать, к примеру, нашему менеджеру на почту, в живочате на нашем сайте специалист.ру, либо просто обратиться по телефону, мы все подробно вам расскажем про курс, как лучше подобрать его, и, соответственно, обязательно расписание, так как все люди заняты, да, кто-то работает, кто-то еще где-то учится. У нас гарантировано расписание занятий, мы его составляем заранее, на год, то есть у вас есть возможность планировать свое обучение в любой момент. И также у нас несколько форматов обучения, да, это очное, онлайн, открытое. Открытое обучение у нас проводится, ну, сейчас, да, достаточно популярное, как уже отметил Дмитрий. Его суть в том, что вы выбираете самостоятельно, в каком темпе будете двигаться, да, то есть можете приехать на, к примеру, на занятия очно. Если вы не можете посетить его очно, вы можете посетить его в онлайн-формате. Соответственно, в это же время в классе находится преподаватель, который может ответить на ваши вопросы, да. И очно-заочное, также есть группа выходного дня и индивидуально, но это если вот есть такая необходимость. Наш учебный центр вдаёт престижные сертификаты, обращая внимание как российского, так и международного образца. Сегодня от меня вы узнаете немного, как выбрать профессию, не ошибиться, о востребованности профессии 3D-визуализатора, о зарплатах, естественно, что немаловажно. И вот о нашей службе трудоустройства тоже пару слов скажу с вашим разрешением. Ну, естественно, часто встаёт вопрос перед выбором курса, да, то есть как правильно выбрать специальность, то есть вот та самая профориентация, о которой часто заявляют наши потенциальные слушатели. Здесь, конечно, ориентироваться нужно в первую очередь на свои пожелания. То есть чего же вы хотите? Иметь любимую работу, иметь свободный график, да, иметь творческую работу, да, или зарабатывать больше. И, соответственно, всегда есть возможность проверить свои знания, умения и сориентироваться на рынок труда, то есть что же нужно. То, что касается профессии 3D-визуализатора, то она входит сейчас в топ самых востребованных профессий в направлении дизайна. Одна треть всех вакансий сейчас предполагает удалённую работу, либо гибкий график. И, естественно, что, на мой взгляд, немаловажно, это профессия увлекающая, которая смотрит далеко в будущее. То есть она предполагает дальнейшее развитие на многие-многие годы, да. То есть это профессия будущего, как сейчас принято говорить. В каких же отраслях требуются сейчас специалисты о 3D-визуализации? Ну, если говорить о данных, допустим, того же сайта HeadHunter, то сейчас на нём заявлено более 3 тысяч вакансий по данному направлению. В первую очередь это информационные технологии, то есть это организации, которые занимаются информационными технологиями. Это строительство, недвижимость на втором месте, да, проектирование. Далее это СМИ, маркетинг, реклама, дизайн, продюсирование. И услуги для бизнеса, товара, народного потребления, продажи в том числе. То есть в этих отраслях наибольшее количество вакансий сейчас для 3D-визуализаторов. Так, вижу, что есть вопросы. Отвечу, ну, вот буквально чуть-чуть, да, попозже, когда уж подойду ближе, соответственно, к зарплатам, да, и к службе трудоустройства. Если говорить об опыте, да, вот вижу, что есть вопрос, который связан с опытом работы. Что можно сказать про 3D-визуализаторов, да, и вообще, в принципе, про любую профессию. Если говорить про рынок труда, то на нем всегда были, есть и будут вакансии для начинающих специалистов, да. То есть здесь вам нужно просто понять, если вы максимально заинтересованы развиваться в этой специальности, если она вам интересна, вы вдохновите, то есть у вас есть вдохновение, да, этой профессии, то, конечно, вы можете начать с чего-то. И вот как раз сейчас я обозначила на слайде, ну, зарплаты, да, для начинающих специалистов, немножко разбила их по регионам, потому что все-таки они разнятся. Если говорить о специалисте начинающем, то это зарплата по Москве и Московской области от 75 тысяч. Специалисты, которые имеют опыт работы до одного года, уже могут рассчитывать на зарплату от 130 тысяч. Здесь хочу сразу сделать такую вот пометочку, да, то есть это средняя зарплата. Естественно, она бывает и больше. Все зависит от ваших профессиональных знаний, которые вы приобретаете вот в течение своего профессионального пути. И, соответственно, дальше уже от двух лет это более 220 тысяч. Санкт-Петербург, да, то есть здесь идет немножко такая вот отметка снижения, но небольшая 70, 100, 190. И регионы я взяла, соответственно, такие наиболее крупные города, как, допустим, Новосибирск, Екатеринбург, Владивосток, Ленинград и так далее. Это данные HeadHunter, да, которые я собирала, собственно говоря, прямо перед нашим с вами днем открытых дверей. Также не могу не коснуться, соответственно, таких знаний, как soft skills, да, или, как я их называю, это личностные качества, которые помогают специалисту развиваться в определенной сфере. И вот сегодня я подготовила для вас как раз soft skills для 3D-визуализатора. Это, в первую очередь, необходимо объемно-пространственное мышление, креативность мышления, целеустремленность, умение понять суть задачи, оценить ее, сколько потребуется времени на выполнение. Обязательная инициативность, усидчивость и, конечно же, конечно же, безусловно, быть в курсе всех новых веяний в сфере художественного дизайна. Это обязательно. Как мы помогаем нашим выпускникам трудоустроиться, да, потому что если вы приходите на профессиональную переподготовку, да, допустим, приходите в специальность с нуля, либо осваиваете ее как смежное направление, здесь, конечно, нужна поддержка очень часто. У нас есть реальный кейс от работодателей, то есть можно пройти какое-то тестирование, либо попробовать свои силы, да, на каком-то проекте. Бесплатные курсы по технологии поиска работы и трудоустройства. То есть если вам удобно пройти его в онлайн-формате или в режиме записи, прослушать, пожалуйста, это тоже всегда возможно. У нас есть карьерное консультирование. Это вот то, что называется живое общение со мной. То есть я готова после обучения ответить на все ваши вопросы и, соответственно, составить резюме для вас на новую специальность, помочь пройти собеседование, составить портфолио и так далее. Помощь в подготовке резюме, да. У нас есть вакансии, как я и сказала, для наших выпускников. Немножко коснусь больше вакансий. Что такое вакансии для наших выпускников? Это прицеленный запрос работодателей на трудоустройство именно наших слушателей, да. То есть это не случайным образом размещенные вакансии, которые попадают к нам на сайт ни в коем случае. Это как раз вот, скажем так, необходимость в наших выпускниках. И смело на эти вакансии вы можете откликаться, отправлять, что мне кажется немаловажным, напрямую работодателю свое резюме, и ваша кандидатура будет рассмотрена в первую очередь. С этими работодателями работаю непосредственно я, поэтому, собственно говоря, так уверенно озвучиваю всю эту схему. И мы проводим еще дни карьеры. Это встреча в онлайн-формате как раз с работодателями. Немножко пробегусь по основным направлениям трудоустройства. Наш онлайн-курс «Успешный поиск работы и трудоустройства в период кризиса», к примеру, ведет его Светлышев Ольга Юрьевна, наш преподаватель. И здесь вы можете записаться на него в любой момент, вот, допустим, по QR-коду. Ближайшее мероприятие у нас состоится 20 июня. Далее вот консультации МАИ, но я уже по ним подробно рассказала. То есть, соответственно, помощь оказываю я достаточно комплексную. То есть, здесь будет и резюме, и сопроводительное письмо, и, соответственно, вакансии, подобранные для вас от наших работодателей. Вакансии мы размещаем у нас на сайте, вакансии мы размещаем в Телеграм-канале и на нашей страничке ВК. Дальше мы приглашаем на дни карьеры, да, вот, как я и сказала, они проходят у нас в онлайн-формате. Алекс, вижу вопросы, да, отвечу, отвечу сейчас обязательно на них. И Дмитрий уже коснулся вопроса выдачи документов, потому что он является тоже немаловажным. Вот, у нас выдаются как удостоверение о повышении квалификации, если вы как состоявшийся специалист, к примеру, в дизайне хотите повысить по какому-то одному направлению свою квалификацию, если вы идете к нам на дипломную программу, то вам выдаются дипломы профессиональной переподготовки. То есть для вас открывается возможность проявить себя в вопросе, соответственно, трудоустройства по новой востребованной специальности. Ну, соответственно, дипломная программа у нас начнется ближайшие 22 июня, и здесь образец диплома я, собственно говоря, тоже предоставила. Так, вопросы. Вижу, что много вопросов. Так, частично вопросы к Дмитрию, да, еще остались. По трудоустройству. Требуется профильное образование. Что делать, если его нет? Что делать, если нет профильного образования? Профильное образование, да, требуется часто, но не во всех вакансиях. Здесь, ну, я рассказываю это, на самом деле, на консультировании, да, здесь нужно будет делать большой упор на те знания, которые вы приобрели у нас на курсе, да. Нужно будет грамотно написать об этом с конкретикой. То есть вот эти знания, профессиональные компетенции делают вас, собственно говоря, более конкурентоспособным, ну, скажем так, конкурентоспособным среди других соискателей, которые имеют, к примеру, профильное образование. Работодатели по факту ищут конкретику. Им нужна перечень задач, с которыми вы готовы будете справляться. Если вы их обозначите в своем резюме, то вопросов к вам не будет. Насколько реально устроиться в 3D, если нет законченного высшего образования? Вы образование, если планируете закончить, да, если вы, ну, скажем так, вообще не планируете получать высшее образование, то здесь, конечно, шансы уменьшаются. Лучше со временем озадачиться этим вопросом. Здесь опять стоит такой вопрос конкурентоспособности соискателя, да. Так как конкуренция большая, вот, конечно, лучше иметь хотя бы среднее профессиональное образование профильного направления, да. Потому что, конечно, ну, что лукавить, да, соискатели, которые имеют образование, высшее образование, хорошо подготовлено в плане повышения квалификации, да, то есть постоянно следят за новостями по направлению 3D визуализации, то есть, соответственно, конечно, им будет отдаваться больше предпочтений. Вы говорите, что вакансий много, но не говорите, сколько людей приходится на одну джуновскую вакансию, подскажите цифры. Здесь, смотрите, здесь мне нужно будет тогда просто аналитику с HeadHunter, собственно говоря, запросить. Вы можете, давайте сделаем так, да, вы можете написать мне на почту, к примеру, да, и я, соответственно, эту аналитику сделаю и смогу с вами ей поделиться с удовольствием. Сейчас я почту обозначу, секунду. Угу. Угу. Так. Далее спрашивают, как ко мне можно записаться на консультацию. Я сейчас как раз коснусь этого вопроса, уважаемые слушатели. Немножечко сейчас пройдусь еще по слайдам, потому что есть важные вещи, которые связаны именно как раз, скажем так, с материальной стороной наших курсов. Если вы, соответственно, приходите к нам на дипломную программу, проходите ее полностью в комплексе, то у вас будет возможность подключиться соответственно к такой вот программе «Диплом плюс». То есть после обучения у вас будет 50% скидка на любую программу обучения в онлайн-формате в течение следующих шести месяцев после обучения. То есть вы можете спокойно повышать свою квалификацию. И между блоками, которые входят в дипломную программу, бывают небольшие перерывы. Если вам нужен больше перерывов, вы там можете побольше, к примеру, взять. Не неделю, не две, там три, если того требует обстоятельства. И заполнить, к примеру, этот перерыв можно прохождением курсов по soft skills. То, на что я обращала внимание, и на это обращают внимание и работодатели. К примеру, тайм-менеджмент, деловые коммуникации и так далее. И здесь тоже мы предоставляем скидку от 15 до 25% в зависимости от того, сколько блоков входит в дипломную программу. Хотела бы еще разочек уточнить про то, что слушателям сегодняшнего нашего дня открытых дверей мы предоставляем сертификат на получение грантовой поддержки на обучение как раз по дипломной программе. Пожалуйста, кто серьезно заинтересован в смене профессии, получении данной востребованной квалификации, успейте воспользоваться данным сертификатом. Я на всякий случай в чат сейчас еще продублирую промо-код, который будет действовать с 10 числа сегодняшнего дня по 13 июня. Да, так, секунду. Соответственно, пожалуйста, да, то есть можете, как я и сказала, воспользоваться данной грантовой поддержкой. И были еще вопросы ко мне, насколько я помню, связанные с записью на консультацию по трудоустройству. Смотрите, можно сейчас страничку свою открою. Можно вот по QR-коду, либо записаться на сайте специалист.ру. Есть страница трудоустройства. И, соответственно, либо просто написать на почту job-специалист.ру. Продублирую тоже, да. То есть, пожалуйста, любой способ вы можете использовать. Я подхватываю заявки где-то в течение трех рабочих дней. Но обычно раньше. Да, и мы с вами согласуем время, встречи и так далее. Так, ну, уважаемые участники, я то, что должна была рассказать, сегодня вам рассказала. Если у вас остались ко мне вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Я готова ответить. Либо, если будут потом вопросы, пишите мне на почту. Я всегда рада вам помочь, выслушать, да, и подсказать какие-то советам, помочь, да, если это требуется. Со своей стороны хочу поблагодарить вас за участие. Вот. И мы с удовольствием ждем вас у нас на курсах. Ну, и с вашего позволения, тоже хотелось бы ответить на некоторые вопросы. Я старался очень не мешать. Теперь тоже скажу пару слов. По поводу, какие программы мы преподаем помимо Макса. Ну, естественно, Corona V-Ray. Это дополнение к Максу, которое необходимо для качественной визуализации. Лично я занимаюсь сейчас еще Blender. Я занимаюсь Unreal Engine. Мне он очень нравится с точки зрения создания интерактивных презентаций. И я профессионально на уровне сертифицированного инструктора. Имею статистическую диплом, преподаю видеомонтаж в Adobe Premiere. И сейчас курсы по Adobe After Effects. Также я преподаю замечательную вещь, которая называется SketchUp. Это быстрое проектирование, которое замечательно совместимо с Максом. Насчет того, что просят при трудоустройстве высшее образование, желательно профильное. Да, просят. Но, тем не менее, если у вас есть портфолио с работами, которые вы можете показать, это серьезно уменьшает необходимость наличия высшего образования за исключением государственных структур. То есть какой-нибудь Газпром без высшего вы не устроитесь. Но если это частные компании, у вас есть портфолио, там есть работы, высшие не так серьезно с вас будут просить, как можно подумать. Тем более, если у вас есть средняя. Сколько людей приходят на одну вакансию? Сколько бы ни приходило, эти вакансии есть, их много. То есть одна, другая, третья. Естественно, никто не предполагает, что вы сможете устроиться за один вечер. Но, повторюсь, портфолио плюс рассылание, куда только можно его, плюс собеседование, собеседование, собеседование. Особенно не заморачивайтесь выполнением заданий, когда вас будут просить нарисовать какое-то чудовищное задание на неделю работы. Это, конечно, не стоит делать, если только там люди действительно серьезно не настроены. Но после некоторого количества попыток трудоустроиться гарантированно можно будет. Но при наличии портфолио и умения, скажем так, себя хотя бы минимально продать. Но это то, что сейчас называют модным словом soft skills. То есть набор навыков помимо 3D, который позволяет вам коммуницировать с людьми и поставить себя в выгодном, скажем так, в выгодную позицию. Так, что там еще было? Курсы именно по архитектуре. Но курсы по архитектуре у нас не то, что по архитектуре, но, конечно, визуализация интерьеров и зданий занимает серьезную позицию, потому что это одно из самых популярных направлений в 3D-визуализации в России вообще. Но не могу сказать, что у нас курсы именно и только по архитектуре. Но хотя до этого там много, безусловно, но рынок диктует необходимость, такие вещи визуализируют очень хорошо. Нужны ли будут знания программирования? Они будут нужны, если вы захотите превозмочь такую вещь, как Unreal Engine. То есть систему интерактивного 3D-контента, правильно говоря, игровой движок, вот там программирование на все деньги. Но оно, правда, визуальное там, но до этого, конечно, там хватает. Если говорить не об Unreal, а классическом Max, там никакого программирования нет, там все рисуется иными способами. Ну, наверное, я ответил на все вопросы. Друзья, извините, если какой-то пропустил, только не потому, что на него отвечать не хотел, а просто потому, что не прочел. Но я еще раз пролистал вроде чат и не нашел ничего. Спасибо большое. Спасибо, Екатерина. Ну что же, друзья мои, еще раз всех благ, спасибо за внимание. Всем хорошего вечера и отличных выходных. Да, благодарю вас, Дмитрий, и благодарю участников. Всем хорошего вечера. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok